Привет, вечерний Владивосток! Меня зовут Анастасия Волкова, и сегодня мы расскажем еще об одном дальневосточном стритфуде Крабням. Хрустящая лепешка с сочной начинкой из камчатского краба, лосося и овощей уже снискала славу главного стритфуда Камчатки и приехала покорять Владивосток. А расскажет нам про этот стритфуд подробнее основательница проекта Анастасия Соколовская. Анастасия, здравствуйте! Как вам пришла идея создания Крабняма? Здравствуйте! Идея создания возникла сама собой, потому что у нас на Камчатке в период, когда мы откроялись в 2016 году, не было вообще стритфуда с морепродуктами. И хотелось попробовать сделать такой формат, где краб можно поесть не только в ресторане, но и также в стритфуде, на улице подойти и недолго ждать свое блюдо и быстро его съесть, так сказать. А почему считают главным стритфудом Камчатки? Откуда такая слава? Ну, я бы сказала, наверное, такую славу нам принесла передача Орел и Решка, когда они нам, в принципе, сами позвонили, хотя считают, что мы их заказали. Они сказали, что мы летим на Камчатку и мы хотим, чтобы можно было недорого поесть краб. И мы не увидели никакой проект на Камчатке, кроме вашего, поэтому мы прилетаем, снимаем. И после того, как передача вышла на телевизоре, у нас стояли километры, можно сказать, очереди за нашими пирожками с крабом. И так мы получили славу, можно сказать, на всю Камчатку. Может быть, и Россию, не знаю. Не хотели бы выйти за пределы Родины и открыть точку в Владивостоке на постоянной основе? Мы сейчас думаем об этом, проверяем спрос в Владивостоке. Мы уже участвовали в фестивале Мидии в мае, который проходил от Pacific Russian Food. Сейчас мой бизнес нас пригласил поучаствовать здесь. Мы уже стоим второй раз в этом сезоне, будем работать до 18 сентября. А после посмотрим, будут просить, спрашивать, мы обязательно откроемся. Расскажите про фестиваль Приморья Фудстрит. Как для вас он проходит? Как посетители реагируют на ваш формат? Что, может быть, нового для себя узнали? Сначала мы очень переживали, потому что это был для нас новый опыт, новый регион, другой менталитет людей. Здесь уже крабом, казалось бы, никого не удивишь, потому что это тоже Дальний Восток. Здесь он тоже есть. Но местные жители, которые пробуют у нас наши лепешки с крабом, очень хвалят. Сказали, что такого они не пробовали нигде. И, как оказалось, удивить мы смогли. Что из себя представляет главное ваше блюдо? Мы готовим нямы. Они выглядят вот такая круглая лепешка, в которой мы запекаем краб в различных соусах, с различной начинкой. Сейчас мы здесь на фестивале представляем только три вида. С крабом, один с лососем. Расскажите про ваш главный продукт. В чем его уникальность? Я думаю, уникальность в том, что все полезные свойства сохраняются внутри начинки, потому что запекание его идет только по краям лепешки. А сочный краб, сваренный на морской воде, остается в своем уникальном перо в данном виде. Расскажите какую-нибудь самую интересную историю из вашей практики. Таких было много. Расскажу самую запоминающуюся, потому что ту ночь мы не спали. Потому что 23 часа, закрытие павильона, к нам приходят туристы и говорят, в 6 утра мы выезжаем в тур. Нам очень хочется попробовать вас, шахнямов. Нас 50 человек, но они нам нужны как раз-таки в 5.30 перед отъездом. Все было бы ничего, просто у нас закончились продукты к этому времени. Нам пришлось звонить знакомым работникам супермаркетов, чтобы нам его открыли. И мы набрали нужные продукты для наших туристов. Естественно, всю ночь мы это готовили. В 5.30 не спавшие нашим довольным туристам мы отдали весь заказ. Настолько нам хотелось накормить гостей нашего края, что так вот мы не спали всю ночь. Потом были приятно удивлены, когда они нам присылали фотографии с вулканов, с нашими пирожками. Вот такая история. Анастасия, спасибо вам за беседу, было очень интересно. Спасибо вам, что пригласили нас в передачу. Дорогие друзья, хочу вас пригласить до 18 сентября попробовать наше блюдо с крабом на фестивале Приморья Фудстрит. Будем рады вас видеть. Ну а мы не прощаемся и продолжаем знакомить вас с самыми интересными стритфудами Дальнего Востока. С вами была Анастасия Волкова, Вечерний Владивосток. А вы не забывайте ставить лайки и подписываться на наш YouTube канал.